На одном поле боя белорусские, украинские и российские военнослужащие. Объединенные ежегодным учением Славянское Содружество, которое в этот раз проходит под Волгоградом, они вместе противостоят противнику. На этих учениях от российской стороны две мотострелковых роты, усиленных танковым взводом. Также на эти маневры прибыли военнослужащие из Белоруссии и Украины. Роль бандитов исполняют подготовленные и с хорошим вооружением бойцы 20-й отдельной мотострелковой бригады. Полсотни бандитов захватывают населенный пункт и даже берут заложников. Все подразделения союзников выдвигаются на помощь мирным жителям. Колонна боевых машин движется в сторону захваченного города. Такого степного бездорожья не выдерживают даже специальные камеры, прикрепленные на броню техники. Более 50 единиц техники и больше чем полтысячи военнослужащих прибывают на полигон прудбой за считанные часы. Белорусы на «Тиграх», новых разведмашинах, украинцы на «Камазах», российские военнослужащие на танках и БМП. Вся техника наша из 20-й бригады. Но первыми в бой вступают российские летчики. Боевые вертолеты Ми-28 наносят удар по основным силам противника. С земли им помогает техника, которая уже взяла в кольцо захваченный город. Славянский батальон наносит удар за ударом. Стилетом в самое сердце банды втыкается белорусское подразделение сил специальных операций. Они по тросу десантируются на один из главных фортпостов противника. Специальное подразделение высаживается на крышу зданий из вертолета. Спецназу не мешает ни густой дым, ни выстрелы. Они как будто видят сквозь стены. Даже у хорошо подготовленных бандитов нет шансов. Освобождение заложников и всего города – дело несколько минут. Пехота, окружив, блокирует оставшиеся редкие силы противника. Бойцы входят в город. Колонна тигров под их прикрытием забирает штурмовой отряд и пленных. Подразделения подвергались действиям диверсионных сил. В принципе, они справились с задачей успешно. Ни один диверсант в беспрепятственном лагере не проник. Такие подразделения Беларуси выполняли ночью задачу по прикрытию маршрута с целью противодействия террористам. Личный состав возвращается со счетом. Бронетехника становится незаметной в своих временных гаражах – окопах с маскировочной сетью. Первый этап международных тренировок украинских, белорусских и российских подразделений закончен. Но это только начало больших маневров славянского батальона. Алексей Кошкин, Александр Суранов, телеканал «Звезда», полигон «Прутбой», Волгоградская область.